Я к вам обращался в трагические 90-е годы. Тогда российское телевидение дало мне возможность 5 минут выступить, для того, чтобы услышала страна, потому что уже на бронетехнике сидели в Останкино с приказом стрелять на поражение и с полным боекомплектом. Тогда, к сожалению, не услышали. Хотя мы договорились, и многие крупные губернаторы все сделали, чтобы на следующий день в Святом Данилове монастыре собрались влиять на иллюгию и приняли решение о снятии блокады с Дома Совета, проведении досрочных выборов и нормализации обстановки в стране. Вместо этого провокаторы затеяли бойню, а затем вы все видели и знаете. Мы бы не скатились к дефолту, если бы услышали предложение нашей фракции, с которым мы выступали в мае 1998 года. Когда уже финансовая пирамида была выстроена, и только не хватало толчка, чтобы она обвалилась. Я сказал, что она обвалится, не готовили лучшие финансисты, экономисты эти предложения, обвалится в начале сентября, а она обвалилась на две недели раньше. Даже тогда, спившимся, разложившимся Ельцину, хватило ума и мужества собрать за общий стол и искать позитивные решения. Меня поражает, что видя, что страну обложили санкции, что экономика бусует, что рубль потерял в цене вдвое, что 72 человека из 100 живут на 15 тысяч рублей менее в месяц, что даже дети войны получают всего по 10-12 тысяч в месяц, а на эти деньги даже лекарства и еду купить невозможно, коммуналка прет и цены дальше бушуют. И на этом фоне Единая Россия ничего не предлагает обществу, кроме махинаций, общественным сознанием, запутать выборную кампанию и дальше сидеть и царствовать. Когда они говорят, что они побеждают, можно победить только насилием и мухляжом, потому что никогда в мире ни одна партия не побеждала на выборах, никогда, если она обваливала экономику и финансы. Можно выдавить, но выдавливать долго не придется. Я посмотрел наметки господина Медведева с его финансистами либеральными. Они урезают бюджет на следующий год на 500 миллиардов. Они полностью под ручку обрезают всю науку, социалку и здравоохранение. А без науки и качественного образования еще никто в жизни не проводил модернизацию. Эта политика продолжается. Она закамуфлирована этими дебатами, на которых невозможно было даже раскрыть суть происходящего. Мы предложили всем народно-патриотическим силам объединиться. Они объединились под нашим флагом. Они готовы идти на выбор. Они готовы формировать сильную профессиональную команду. Еще раз заявляю официально от нашего блока патриотических сил. Мы готовы к нормальному диалогу. Но мы категорически против тех манипуляций, которые сегодня реализуются. Того выроста голосов, которые организует Меркушкин в Самаре и некоторые другие регионы. Мы категорически против Жириновщины. Любое предложение, если вы начнете реализовать, оно закончится через две недели войной и большой войной. Мы готовы к конструктивной нормальной работе. Я хочу, чтобы и президент это услышал. У него тоже есть два выбора в этой ситуации. Или поддержать государственную патриотическую линию во внутренней политике, как проводить во внешней. Или обвалы гниения будут неизбежны. Они из 600 миллиардов долларов с алтовалютных резервов профукали 200 миллиардов. Ни в одной отрасли не стало лучше. Стало везде хуже. Если еще 200 профукают, им нечем будет платить бюджетникам. И как бы они их ни насиловали, заставляя их голосовать, как прикажут. Как бы они ни пытались проводить тихую кампанию сверху и воровскую внизу. Ничего это не поможет, не спасет. В богатейшей стране мира люди бедствуют. Две трети граждан страны становятся нищими, бедными. Они долго терпеть не будут. Поэтому мы предлагаем вовремя одуматься. И готовы вести конструктивный диалог. Но мы все сделаем, чтобы защитить свои голоса и достоинства граждан. Я официально отправил всем структурам свое электронное обращение и письменное обращение. Прошу у нашей штабы, все без исключения, вручить его губернаторам непосредственно с нашей программы. Она опубликована тиражом в 20 миллионах империи. Всем руководителям регионов, районов, городов, муниципалитетов. Всем руководителям избирательных комиссий и силовых ведомств. Пусть внимательно почитают. Нам нельзя возвращаться в лихие 90-е. На фоне того, что нас облажили со всех сторон. И любые внутренние неурядицы обязательно обернутся против целой России. Путин призвал голосовать за Россию. Голосовать за Россию, а не за воровство голосов и те манипуляции, которые подготовили его подчиненные ниже. Он обязан навести порядок в своем доме. Потому что одни заявления на госсовете, одни заявления перед гражданами страны и депутатами. Совсем другое поведение в ряде регионов, где ничего не делается, чтобы унять того же Меркушкина. В Аризоне ту же администрацию Нижегородской области. Не надо, чтобы и в стране эти выборы напоминали спецоперацию по выжиманию голосов. Это выборы должны быть выбором граждан. Они должны быть уважаемыми. Самый лучший рецепт в этих условиях – это массовая явка на выборы. Массовая явка. Она сокращает место для манипуляции. И поддержка Народно-Патриотического блока. Номер 12, не забывайте.